Вы смотрите итоговый эфир специального выпуска, посвященного выборам. Сегодня решается судьба страны. Каждый из казахстанцев отдал свои голоса за кандидатов в пяти партий в депутаты Мажелиса, парламента и Маслехата. Мой коллега Дамир Анитов побывал на избирательных участках самых отдаленных районов региона и готов поделиться, как прошла процедура голосования. Очередь на избирательном участке 763, что в Раймбекском районе, начала выстраиваться еще в 6 утра. Первыми традиционно пришли бабушки и дедушки. Им, как первым избирателям, вручили благодарственные письма и небольшие подарки. Это вторые масштабные выборы в Раймбекском районе после разделения. Сегодня на родине поэтов и батыров были открыты 24 избирательных участка. Из 40-тысячного населения право голоса имеют порядка 22 тысяч граждан. Председатель Совета ветеранов и почетный житель Алматинской области Бекпулат Бербаев пришел в костюме. Для него сегодня особенный день. Решается судьба государства. 68-летний пенсионер – человек с активной гражданской позиции. Он не пропустил ни одних выборов с момента обретения Казахстаном независимости. С 18 лет я голосую. Во всех выборах, как 18 лет исполнился, во всех выборах участвовал, служил в армии. Там тоже я участвовал, но в то время был СССР. В 4-м, 5-м, 6-м выборах я был депутатом областного масляхата. И проделали много работы. Всем депутатам парламента, которые будут избраны, и депутатам этих масляхатов желаю больших успехов, чтобы они работали на благо народа. Для 18-летней Айолум Нурмурат эти выборы особенные. Достигнув совершеннолетие, девушка впервые приняла участие в кампании государственного масштаба. Студентка второго курса учится в Алматы. Однако специально ради выборов приехала в родные края. Для меня это очень волнительный и памятный момент. Впервые в моей жизни я, как полноправный гражданин своей страны, могу сделать выбор и проголосовать за своего кандидата. Отличились активной гражданской позицией жители Кигенского района. Голосовали все. От мала до велика. 84-летняя Сара Косаева пришла на выборы со всей своей семьёй. Они – настоящие патриоты своей страны. И пропустить выборы никак не могли. Для нас выборы – значимое событие. Мы пришли голосовать всей семьёй. Сегодня меня сопровождают дети. Мои внуки в Алматы, но я им наказала, чтобы обязательно голосовали. Младшие внуки пока ещё не могут голосовать. Но, дай бог, они подрастут и также примут участие в выборах. Неравнодушны к судьбе своего народа и Иркитпаевы. Пенсионерка пришла на выборы со своим 53-летним сыном Бикетом Косымовым. Он – инвалид первой группы. Мужчина – колясочник. Однако недуг не помешал ему лично приехать в избирательный пункт и сделать выбор в пользу своей партии и кандидата. Мы пошли голосовать сразу, как только проснулись. Мой сын не может усидеть дома, когда проходят такие масштабные выборы. Бикет считает своим гражданским долгом принять участие в голосовании. В целом, в нашем районе к выборам относятся со всей серьёзностью. Все мои знакомые голосуют сегодня. В том, что жители Кигенского района сплочённые, никто и не сомневался. Однако соседний, Уйгурский район, продемонстрировал ещё большую активность. Желающие проголосовать заполнили не только само помещение, но и прилегающую территорию. И 64 тысяч человек сегодня отдали голоса около 40 тысяч человек. Не можете пойти на выборы? Тогда выборы идут к вам. Около 500 человек в Уйгурском районе, в числе которых ветераны и инвалиды смогли проголосовать на дому. По участку у нас 2595 избирателей. Уже с 7 утра посетили 500 человек. Явка у нас хорошая. С утра уже приходят избиратели. Мы здесь уже наблюдаем сами, помогаем. Приходят взрослые жители наши. Мы им помогаем, показываем. Голосуют они сами, выбирают они сами. Одна страна, один народ. Дельшат Гаитов считает своим священным долгом принять участие в голосовании. Я уйгур по национальности, однако в душе истинный казах. И мне не бедротлично судьба моего народа, говорит он. Сегодня очень радостный день для Казахстана. Мы с радостью пришли, чтобы проголосовать нашим депутатам, нашим, маджилистам, парламентам. Которые избранные люди, избранная партия. Мы свято верим, что Казахстан будет просветать еще лучше. Также хочется еще сказать, чтобы народ уйгурского района очень активно посещает наши избирательные участки. Избиратели свой выбор сделали. Теперь черед избиркомов. У них права на отдых пока нету. Всю ночь будет вестись под счет голосов. А уже утром мы узнаем результаты. А я напоминаю количественный состав кандидатов, принимавших участие в сегодняшних выборах. В Мажелис выдвинуты от пяти партий 312 кандидатов. В том числе Аул 19, Нуротан 126, Адал 16, Ахжол 38, Народная партия Казахстана 113. В Маслехаты от партий выдвинуто 832 кандидата. В том числе Аул 158, Нуротан 216, Адал 215, Ахжол 174, Народная партия Казахстана 69. Все избирательные участки уже закрыты и в это время ведется подсчет голосов. По данным Центра избиркома, явка избирателей на эти выборы составила чуть больше 63%. А какова активность электората Алматинской области? Для ответа на этот и некоторые другие вопросы мы пригласили в нашу студию представителя областной избирательной комиссии. На наши вопросы готов ответить Кахарман Жахсалак. Здравствуйте, Кахарман. Добрый вечер. Насколько жители Алматинской области оказались активны в голосовании? Добрый вечер еще раз. Очередные выборы парламента Можилиса и местных Маслехатов Республики Казахстан в Алматинской области завершились, которые были определены на 2021 год, на 10 января. В нашей области, по всем районам, по городам, можно сказать, все избиратели были активны. В данный момент, по предварительным данным, 73% жителей проголосовало. Хорошо, спасибо. Сколько наблюдателей приняли участие и были ли какие-нибудь нарушения? По области было, у нас по избирательным участкам распределены 8 335 наблюдателей, и они были во всех, так сказать, участках почти, на 80% они обеспечили наши участки. И они смотрели, как проходят выборы, как люди голосуют, и в то же время они наблюдали за всем процессом. Хорошо. В этом году выборы прошли в несколько необычном формате в связи с пандемией коронавируса. Избирателям пришлось соблюдать социальную дистанцию. Скажите, не повлияло ли это на активность электората? В области по избирательным участкам были санитарные нормы соблюдены. Областной избирательной комиссией закуплены средства индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий области СИС. Доставлены районы и города. Это медицинские маски, поликарбонатный защитный лицевой щиток с покрытием стойким к запотеванию. Также антисептик гелевый, комбинезон одноразовый в комплексе бахилами. Коврики, пропитанные антисептиком. И также перчатки. Хорошо. Наверное, члены комиссии тоже проходили ПЦР-тестирование, прежде чем... Члены комиссии наши тоже по области проходили ПЦР-тесты. Ну, у нас выявились, поэтому у нас в резерве были люди. Сколько, у скольких членов комиссии были положительные результаты? У нас выявлено два, и мы их заменили, которые были у нас люди в дереве. Резервные люди. Хорошо, спасибо. Жители какого региона области оказались наиболее активны в этой политической кампании? Ну, нельзя определять, например, те районы, которые дальние, и ближние районы, по населению, если честно сказать. Все наши районы и города, избиратели были активны, потому что в данный момент, по прогнозам, более 73% наших избирателей, потому что все были в участках и сделали свой выбор. Но в областном центре как проходило? Сколько избирательных участков? В областном центре по городу Талтукурган имеется 58 избирательных участков. По этим участкам проголосовали более 129 тысяч человек. Когда мы можем узнать первые результаты итогов голосования? Результаты голосования будут известны только на завтра. Но пока мы можем сказать, что жители нашей области 73% проголосовали. Это более 1,2 миллиона человек. Хорошо, спасибо, Кахарман, за содержательную беседу. Пока к этому часу это вся информация. Дальнейшие подробности смотрите завтра в вечерних новостях на нашем канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова